Доброго времени суток! Сегодняшнее видео посвящено АЗАМ создания открыток по итогам каталога. У нас закончился каталог номер 6 и я сейчас покажу, как можно делать открыточку, поздравляя своих ключевых партнеров, участников премьер-клуба с завершением каталога и хорошими результатами. Для этого у меня есть папка «Поздравлялки». Я вам покажу пока вот здесь, потому что там у меня уже итоги шестого каталога показаны. Поэтому с правой кнопкой мыши щелкаем, создаем документ, презентацию PowerPoint, называем ее «Итоги шесть» и открываем. Открывается презентация PowerPoint и начинаем мы с того, что создаем первый слайд. Правой кнопкой мыши щелкаем на вот это поле, нажимаем «Создать слайд». Слайд у нас пустой. Для того, чтобы сделать красивую открытку, можно выбирать дизайн. Здесь их много разных. Можно смотреть, как они будут выглядеть. Только учитывайте, что слайд титульный и слайд следующий будут разные по виду. Можете посмотреть, что второй слайд такой будет, а титульный, например, вот такой. Нам сейчас не нужно выбирать дизайн. Я покажу вам, как сделать заливку цветом. Нажимаем правой кнопкой мыши на слайд, нажимаем «Формат фона». И здесь есть градиентная заливка. Выбираем градиентную заливку. Мне нравится направление от угла. Вот оно здесь, из левого нижнего угла, угла верхней правой. И цвета вы можете выбирать такие, какие вам нравятся. Цвет вот здесь выбирается. Например, мне нравится сиреневый. И второй цвет, например, пусть он будет немножко поглубее. И нажимаем «Применить ко всем», чтобы все слайды у нас были такого цвета. Соответственно, любой слайд, который это закрываем, вы будете создавать уже сразу будет с цветом. Далее его нужно отдекорировать. Весна ассоциируется у меня с цветами, поэтому мне нравится ставить цветы на поздравительные открытки, которые я делаю через PowerPoint. Для этого мы открываем Google Chrome, открываем поиск Mail.ru и пишем «Цветы». Нам нужно не в интернете, а в картинках посмотреть. И выбираем ту картинку, которая вам нравится, которая вам по душе. Сейчас он прогрузится. Немножко будем подождать. Цветы бывают разные. Например, пусть это будут розы. Вот они розы. И, например, вот эта картинка мне нравится. Ее нужно открыть в оригинале. Нажимаем правую кнопку мыши «Копировать картинку». Открываем презентацию PowerPoint и вставляем ее. Вот у нас вставилась картинка. Вы видите, здесь белые поля, которые, в принципе, мне сейчас не нужны для того, чтобы сделать красивую рамку с правой стороны. Поэтому мы выбираем формат. И тут есть функция обрезка. И немножечко сокращаем контуры. Нажимаем наши картинки для того, чтобы не было белых полей. И нажимаем на любое свободное поле. Картинка у нас обрезалась. Она такой большой размер мне не нужна, поэтому я ее немножко сокращаю. Разворачиваю. И делаю живую такую красивую изгородь, так скажем. Соединяю просто несколько картинок в одну. Вот так вот это будет выглядеть. Видите, она немножко большевата, поэтому мы ее тоже можем отрезать чуть-чуть, чтобы она у нас была по контуру. Вот такую вот живую изгородь мы создали. В принципе, можно другой цвет фона выбрать, для того, чтобы у нас это все сочеталось. Наверное, нам нужно здесь выбрать что-нибудь порозовее. Мы это ищем в спектре. Окей. Примените-ка всем. По-моему, так будет лучше. Я думаю, что вы со мной согласны. Создали изгородь. Теперь нам нужно, собственно говоря, выбрать рамку для фотографии. Рамки тоже можно искать через Mail.ru. Здесь мы вбиваем рамку для фото. У нас выскакивают различные рамочки. Сейчас они у нас загрузятся. Мы их с вами посмотрим. Вот наши рамочки. Они прогрузились. Нам нужно проверить, будет ли она полупрозрачная. Например, по цвету нам вот эта рамка подходит. Открываем ее оригинал. Вот у нас рамка открылась. Мы нажимаем правой кнопкой мыши, копировать картинку и вставляем ее в презентацию. Видите, она не полупрозрачная. Она нам для фотографии не подойдет. Мы ее убираем кнопочкой Delete. Смотрим следующую рамку. Например, вот с розочками. И опять же, открываем ее в полноразмерном варианте. Копируем. Вставляем в Word. О, в PowerPoint. Ждем, когда она у нас вставится. Смотрите, она у нас как раз-таки прозрачная. Она нам подойдет. Нам ее нужно с вами будет сократить. Чтобы она не деформировалась, ее с угла надо будет вот так вот сократить. Вот у нас будет рамочка для нашей фотки. Фот у нас есть. Сначала мы будем поздравлять с вами золотой премьер-клуб. Поэтому нам нужен будет заголовок. Пишем здесь участник. Золотого... Ой, золу. Того премьер-клуба. Я бы вот так перенесла. Сделаем курсив. И выберем цвет. Так как у нас розовый, можно сделать розовую. С тенью надпись. Это будет красиво. И под заголовок слайда перетаскиваем вниз. И это будет наша фамилия и имя. Нужно тоже ее... Я ее черным сделаю, жирным и курсивом. Чтобы было видно. Можно еще тень сделать. Откуда я беру? Все свои данные. Сейчас я вам покажу. У меня есть вот такой вот рейтинг. Здесь у меня все серебряные и золотые участники премьер-клуба. И я себе вставляю бонус премьер-клуба, объемную скидку и личные баллы. Соответственно, мне все эти данные нужно будет красивенько перенести на мою открытку. Что я делаю? Во-первых, мне нужно найти фотографию. С Верой я дружу в социальной сети Одноклассники, поэтому я открываю Одноклассники и ищу ее среди своих друзей. Вот она Вера. Вот она фотка. Я ее копирую. И вставляю в PowerPoint. Мне ее нужно уменьшить. Помним, что делаем мы это с угла, когда появилась косая стрелочка. Выставляем фотографию. Сокращаем рамочку, чтобы она была красивая. И фотку правой кнопкой мыши отправляем на задний план. Так, смотрите, как это будет выглядеть. Срастягиваем рамку так, чтобы не было видно уголков фотографии. Ну, лично мне так нравится. Вы можете делать так, как нравится вам. Вот так вот у нас будет выглядеть рамка. Видите, что немножко задела надпись Premier Club. Ее можно немножко перенести наверх. Либо мышкой, либо вот стрелочкой. Верой у нас серебряный Premier Club. Я сейчас здесь исправлю. Так, фамилию тоже немножко можно отцентровать. Вот так. И нам нужно еще написать, сколько баллов у Веры получилось. И написать поздравляем. Поздравления мы тоже ищем в Mail.ru. Пишем поздравляем. И находим то, что нам нравится. Ну, например, мне нравится вот эта вот надпись. Я ее копирую. И вставляю на мой слайд. Она вставится большая. И нужно немножко потратить время, чтобы ее сократить. Для этого перетаскиваем ее наверх, пока вы не увидите угол. Вот он угол, чтобы мы масштабированно уменьшили размеры этой фотографии, этой картинки. Чтобы мы не сплющили буковки, чтобы все было хорошо буковки видно. Вот таким вот образом. Просто несколько раз приходится это делать. Почти закончили. О, видите, у меня уголок уехал. Перенесу немножко повыше. Вот таким вот образом. Так. Вот. Вот она у нас. Более-менее удобоваримого размера надпись. И за зеленый кружочек, тут есть стрелочка круговая, можно ее повернуть туда, куда вам надо. Мне надо, чтобы она была вот так. Вот такое. Поздравляем. И немножко еще я его уменьшу. Уменьшила. И вот так вот повернула. Вот. Поздравляем. У нас получилось очень даже красиво. И мне нужно еще количество баллов внести. Потому что человек, наверное, забыл, сколько он баллов сделал. Я вставляю фигуру овал. Такого мне нравится. Мне нужно его закрасить тоже розовым цветом. Я так хочу. У него будет синяя рамка. Меня это устраивает. И тоже наискосочек немножко. Здесь я напишу, сколько баллов Вера сделала в прошлом каталоге. Вставка. Надпись. Вставляем надпись. Чтобы было где написать. Правой кнопкой мыши ее выделяем. У Веры было 191 балл. Так. Я эту надпись делаю жирную, большую, красивую. Разворачиваю так же, как и делала с овалом. И вот так вот стрелочкой разворачиваем. Замечательно видно. Можно даже размер еще немножко больше сделать. Все можно здесь исправлять. Вот видите, уже слишком много. Вот так вот оставим. Вуаля. Открытка у нас готова. Для того, чтобы эту открытку сделать в формате JPEG, нам нужно сохранить этот слайд в виде открытки. Когда у вас слайдов будет много, чтобы все это заново не проделывать, мы просто этот слайд будем с вами через правую кнопку мыши копировать. И ниже вставлять. Вставляем горячими клавишами Ctrl V английская. Видите, все у нас скопировалось. Вам нужно будет только стащить рамку, удалить фотографию и вставить новую фотографию, исправить имя и исправить баллы. И у вас будет еще одна открытка. Соответственно, так будут все остальные открыточки делаться. Для того, чтобы сохранить, мы нажимаем файл, сохранить карт. И выбираем не презентацию, а PowerPoint, а рисунок в формате JPEG. Это фотография. И нажимаем сохранить. Он вам предложит только текущий слайд сохранить или все. Так как вы сделаете уже абсолютно все слайды вот здесь, то вы можете сохранить все слайды. И компьютер нам их сохранил. Где это все посмотреть? Там же, где мы создавали с вами эту презентацию, появилась папка «Итоги 6». И здесь все слайды есть. Соответственно, этот слайд отсюда вы уже можете вставлять в социальную сеть. Или в Вибер, или в ВКонтакт, или в Одноклассники. Туда, куда вам нужно. Желаю вам успехов в создании красивых открыток. Поздравлений своих премьер-клубовцев. Помните, что премьер-клуб – это наши ключевые партнеры, которым мы обязаны уделять самый максимум своего внимания. Поздравляйте их красиво, шикарно и с улыбкой. И они вам будут отвечать взаимностью. Всем успешных открыток. Всем успешной работы в седьмом каталоге. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok